Сегодня тема просто бомба. Особенно для тех, кто находится в зоне риска. Поговорим о партизанском телеграмме. Приложение от белорусских киберпартизан. Они на два шага впереди нас, так как их начали прессовать раньше. А может просто люди более талантливые. Я, кстати, наполовину белорус. Партизанский телеграмм, сокращенно пи-телеграмм. Это штука, которая ничем не напоминает что-то партизанское по внешнему виду. Ну просто телеграмм, в котором установлен код-пароль. Кстати, советую включить код-пароль даже если вы не будете устанавливать пи-телеграмм. Но набирая один код-пароль вы попадаете в свой обычный телеграмм. Набирая другой, тоже, казалось бы, в обычный телеграмм, но в нем отсутствуют какие-то чаты. Почищен кэш. Ну и вообще сделано все, что вы заранее установите на случай аларма. Разработка киберпартизан. Оставлю в описании ссылку на их канал, там много полезного. Ну и тем, кто не знает, кто такие белорусские киберпартизаны, скажу так, это хорошо. Почитайте про них, кому интересно, рассказывать не буду. Также оставлю ссылку на гитхаб с дистрибутивом программы. Качаем АПК и перекидываем на телефон любым удобным способом. Ну или сразу качать из телефона. Значит, первое. Не забудьте удалить существующую версию телеграмм. Он не ставится поверх. Сначала удалили, потом установили. При всей своей внимательности этот пункт я пропустил. Выдавал ошибку. Тем, кто переживает за снос существующего приложения, это не так страшно. Данные аккаунта в любом случае хранятся на серверах телеграмм и не пропадут. Если вы все равно переживаете, сделайте сначала резервную копию. И запускаем установку приложения. Вопрос безопасности самого приложения и запуск АПК, а неофициального приложения из магазина в данном случае сложный. Но открытый исходный код это раз. И приложение прошло независимый аудит безопасности это два. Ссылку на статью оставлю в описании. Ну а тех, кто в любом случае скажет нет, переубеждать не буду. Пользуйтесь разработкой Павла Дурова. Ну и в общем зашли и вроде ничего не происходит. Но пока не происходит. Все чудеса начинаются, когда вы установите код-пароль. Это конфиденциальность. Включить код-пароль. Создать код-пароль. И тут появляется. Сейчас выставим на 5 часов, чтобы не трепало нервы, пока делаю скринкаст. И тут появляется вот такая штука. Ложные код-пароли. То есть чудеса начинаются. Добавим. Значит здесь нужно ввести код-пароль отличный от основного. И дальше настройки того, что делать с устройством, если введен ложный пароль. Вот эта галочка. Тут, кстати, очень хорошо все расписано. Эта галочка, если ее убрать, не даст войти в систему. Но действие, которое вы укажете, ниже выполнит. Не уверен, что это хорошо. Поскольку с каждым новым сломанным пальцем вам все меньше будет удаваться сохранять какой бы то ни было код-пароль в секрете. Поэтому лучше разрешить вход, но с условием. Тут настроек достаточно много. Про все почитайте у них. Я бы почистил кэш Telegram. И далее переходим вот сюда. Тут на мой взгляд главное. Значит первое. Отправить сообщение. Выбираете кому и какое сообщение отправить. Это я не самому себе сообщение отправляю. Просто делаю с телефона жены. Блин, геолокацию надо выключить. Еще раз. Кому и что. И добавить геолокацию. Все. Дальше. Чаты для удаления. Здесь вы выбираете все чаты, которые будут скрыты из вашей ленты. Можно удалить сообщение. Можно скрыть. Тут уж и решайте сами. Но сразу скажу, что код-паролей может быть несколько. Под разные сценарии. Дальше сеансы. Ну то есть все устройства, в которых выполнен вход в Telegram могут быть принудительно завершены. Или скрыты. Ну в данном случае лучше наверное завершены. И еще ряд полезных галочек. Например удалить стикеры. Ну и все. Что у нас происходит? Принудительно заблокируем. Итак. Вводим нормальный код-пароль. Попадаем в Telegram. Вводим какой-то код-пароль. То есть ошибаемся. Он пишет, что ошибаемся. Вводим ложный код-пароль. Попадаем в Telegram. Но без чата с Вовой Ломовым. Почищенным кэш. Выходом из сеанса на ноуте. Сообщением доверенному контакту, что вас замели. Вместе с геопозицией. И так далее. Бинго. И никто вам не будет ломать пальцы. Пусть читают. Изучают переписку с мамой. Набираем опять правильный код-пароль. Попадаем в свой привычный Telegram. С Вовой Ломовым. Более того, тут есть возможность установить разные ложные код-пароль. То есть если ситуация уже действительно критическая. Вас не просто тормознули. Типа покажи телефон. Выберите алгоритм максимального заметания следов на какой-то код-пароль. И вводите его. Главное не забыть и не перепутать какой именно ложный код-пароль за что отвечает. Тут я бы ограничился максимум двумя ложными паролями. Вообще, конечно, состояние восторга, поскольку настолько по уму здесь все сделано. Как мы шутили в стриме с Полиной Махальд, издателем проекта, у них там реклама двигатель прогресса, а у нас репрессии. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Воломов и Теплица социальных технологий.